Редакционные обзоры десятилетия от Януковича и до Зеленского. Скандал с участием Петра Порошенко. Его администрация якобы платила СМИ и блогерам за пиар. Об этом свидетельствуют новые документы, которые получили журналисты Киевпост. Украина судится с Израильским банком и Игорем Коломойским за украденные деньги Приватбанка. Размер иска составляет почти 600 миллионов долларов. 19 декабря парламент принял избирательный кодекс с новыми правилами голосования. Они вступят в силу 1 января 2020 года. Что именно изменится и как пройдут местные выборы следующей осенью? Об этих и других темах нового номера смотрите в Киевпост-ревью. Продолжение следует... Десятилетие началось с Виктора Януковича и заканчивается Владимиром Зеленским. Между ними была революция, война и радость безвизового въезда в Европу. В нашем специальном выпуске будет статья, будет одна статья, посвященная каждому году этого десятилетия. То есть мы расскажем, что случилось в каждом конкретном году и что это означало для Украины. Как мы все знаем, это очень важное десятилетие, которое началось с Януковича и потом в середине примерно произошел Майдан. И на сегодняшний день страна не только воюет с Россией на Востоке, но тоже пытается интегрироваться в Евросоюз и провести реформы очень серьезные. Поэтому можно сказать, что это будет, мне кажется, в истории Украины очень ключевое десятилетие. Почти все демократы за, республиканцы против. Нижняя палата американского парламента после более чем 11 часов обсуждений проголосовала за статьи импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Мы также следим за скандалом с импичментом в Америке. Так, живущий в Вене украинский олигарх Дмитрий Фирташ заплатил Льву Парнасу, который сотрудничает с Руди Джулиани, 1 миллиард долларов и половину этой суммы Парнас передал Джулиани. Таким образом, финансовые связи во всей этой группе становятся более понятными. Кроме того, у нас выйдет очередной материал из нашей серии, которая посвящена расследованию нападений и убийств журналистов в Украине. В этот раз в Пецпроекте Киевпост вы узнаете о Сергее Николаеве. Ветерана войны и фотографа газеты сегодня убили при исполнении служебных обязанностей на Донбассе в феврале 2015-го. По данным Комитета защиты журналистов, с 2014-го на Донбассе погибли пять сотрудников СМИ. Среди них Николаев был единственным украинским журналистом. Кроме того, это такое время года, когда традиционно все благодарят других людей за все. И мы очень благодарны и будем в этом номере благодарить наших подписчиков, рекламодателей, наших партнеров, которых у нас было много в этом году и за все наши 24 года. Например, в этом номере у нас будет материал о вечере Украинского католического университета, во время которого собирали деньги несколько дней назад для студентов. И собрали полмиллиона долларов на свои программы. Мы давно являемся партнерами Украинского католического университета и этого мероприятия. И с радостью напишем об этом в этом номере. В рубрике «Лайфстайл» вы узнаете об инновационных украинских игрушках, гаджетах и услугах, которые могли бы стать отличными праздничными подарками. Ну, в «Лайфстайле» в этом выпуске, конечно, будут статьи, связанные с Новым годом. То есть, будет одна статья о том, как можно отметить новогоднюю ночь в Киеве. То есть, ну, особенно для наших читателей, среди которых есть граждане других стран, может быть не всегда понятно, как отметить Новый год, если вы планируете остаться в Киеве. То есть, это будет очень полезно. И, наверное, я прочту эту статью, чтобы понятно, как мне провести Новый год. Еще будет статья о зимних видах спорта. То есть, где можно заняться спортом зимой в Киеве. Ну, то есть, если вам надоело есть оливье и выпивать шампанское, то есть, можно выйти на улицу и направиться, например, в определенное место, где люди, ну, катаются на конках или занимаются лыжней. Ну, то есть, все, что возможно в Киеве, если будет снег. И как, может быть, зрители в Одессе не знают, пока не было снега, но синоптики обещают снег в конце декабря, поэтому время есть, наверное, заняться зимним спортом. О главных событиях в Украине и мире, а также свежую аналитику читайте в новом номере украинского англоязычного еженедельника Киевпост.